Всем привет! Сегодня у нас хэштег Спроси Мари и вопросы, которые вы задавали мне последний месяц. Здравствуйте, Мария! Меня интересует вопрос. Вы все еще придерживаетесь системе циклического голодания? Или перешли на 12-часовое дневное питание? Если перешли, то как это сделать без вреда организму, чтобы для него не было шока и чтобы потерянные килограммы не вернулись? Надеюсь, вы поняли суть моего вопроса. Заранее спасибо за ответ. Вторую, возможно, не очень. Первую, да. Я сидела на циклическом голодании. Сколько? Я даже не отчитывалась, честно. Несколько месяцев, наверное. Я помню, что это была зима. Было холодно. Но что я заметила, что во время циклического голодания мне стало еще холоднее. И что я сделала? Погуглила. Я... О, гугл мой враг. Что во многих источниках... О, источники тоже мой враг. Как говорилось, это то, что для девушек свойственно вот это холодание во время голодания. И что иногда девушкам лучше меньше голодать, чем тем же самым парням. Не сказать, что я увидела какие-то сногсшибательные результаты в плане фигуры. Мне кажется, я похудела, просто отказавшись от сахара по большей части. То есть, когда убираешь сахар, а ты убираешь его из всего, что есть в твоей жизни, то, пожалуйста, килограммы сами уходят, сантиметры сами уходят. Даже тут есть, кстати, вопрос про ледюре. Отказавшись от сахара, ты перестал ходить ледюре или ледюре исключение? Есть несколько исключений. Даже вот Камерон Диас пишет в своей книге про то, что она может иногда десерт с кем-то поделить. И он от этого даже вкуснее. Тот факт, что ты его не ешь часто, ты его ешь, не знаю, пару раз в год и делишь с другом. И это какой-то сногсшибательный десерт. Вот, например, сейчас мы поедем в Париж с Анатолием. Готовьтесь, это будет видеодневник. У меня аж мурашки каждый раз, когда я понимаю, что мы с Анатолием поедем в Париж. И мы с ним пойдем в такие места, которых я даже не слышала и вряд ли бы когда-либо услышала, где есть какой-то изысканный десерт, который ел какой-нибудь писатель в 20 веке. И, конечно, я это съем. Мне кажется, люди думают, что я намного более радикальна, чем я на самом деле. Так что возвращаясь к первому вопросу. Нет, я не придерживаюсь системы циклического голодания. Я просто ем три раза в день. Небольшие порции. Вот у меня есть вот эти мои любимые кокосовые тарелки. Они как раз эквивалент, по сути, двух кулачков. Это то количество еды, которое насыщает меня, не перегружает сильно меня и держит меня следующие четыре часа идеально. Следующий вопрос. Ты знакомишься в Тиндере или на балу? Как вообще относишься к подобным знакомствам? И стоит ли ходить на свидание? А, стоит ли так ходить на свидание? А то я думаю, господи, что, конечно, стоит. Я никогда не встречалась ни с кем через Тиндер. Я знаю кучу Тиндер положительных историй, кучу Тиндер очень стрёмных историй для человека, которым он пользовался. Так что каждому своё. Но я считаю, что с таким количеством приложений ничто не побьёт. Личное знакомство, личное общение, флирт. И как раз вот я чуть дальше поговорю о Мэтью Хасси. Это коуч, это гуру по отношениям. И он как раз говорил, что нет лучшего времени для свиданий, чем сейчас. Когда все в своих телефонах, все боятся подходить друг к другу и быть вот этим человеком, неважно, девушка вы или парень. Быть вот этим человеком, который не боится смотреть в глаза, не боится улыбнуться, не боится подойти, не боится флиртовать. В общем, я, конечно, в первую очередь всегда за живое общение. И Уэнди Уильямс, я просто цитатник, мне кажется, Уэнди Уильямс ходячий. Она тоже говорила, что все электронные знакомства должны составлять а-ля 5 или 10% вашей социальной жизни. То есть, всё равно ничто никогда не побьёт вот это один на один. Потому что, опять же, вы сразу можете что-то уловить в человеке, что вам нравится, не нравится. Ну и никто никогда не выглядит так же в жизни, как на профайл картинки, поэтому я за личные встречи. Ты часто говоришь про бег, но что ты думаешь насчёт катания на велосипеде? Как тебе такой способ, времяпрепровождение и занятие спортом? Я скорее на велосипед смотрю, как на потрясающий транспорт. Когда я жила в Петербурге, когда я только переехала в свою первую съёмную квартиру, в центре города, я каждый день нон-стоп. То есть, это был август, и как только начался университет, то есть, я в августе уже каталась на своём велосипеде. У меня был такой красивый велосипед, круизёр, финский, цвет основной кости, с картинкой. Я постоянно не то за цветами, не то за продуктами, университет, на встрече. Я очень любила это, хотя, имея круизёр, пока у вас не будет круизёра, вы не поймёте, какая боль иметь круизёр. Когда он весит, как ты, и когда у тебя нет лифта, и нужно его поднимать на третий этаж. Самое сложное в том, когда у тебя есть велосипед, это вот это постоянное понимание, постоянная головная боль, что у тебя могут его украсть. Когда дело касается Нью-Йорка, Лондона, здорово на велосипедах кататься. Съёмных, потому что ты же не будешь в городе, в который ты приезжаешь на неделю, покупать велосипед. Но в Москве не доставляет этой идее удовольствия каждый раз брать чей-то велосипед, каждый раз дезинфекцию проводить велосипеды. Но Марьяна всеми руками за это, и она всё меня толкает на то, чтобы я больше велосипедом пользовалась, чтобы я дала шанс этим велосипедам городским, потому что они повсюду. Но мне просто посчастливилось жить в центре, поэтому я везде, собственно, в основном пешком могу ходить. Но вот Даша Брыгина, NTC-тренер, она везде со своим велосипедом, и это круто. Так что, если вы катаетесь на велике, я просто дико рада за вас. Главное, всегда закрепляйте свой велосипед, даже если вы на 3 секунды кто-то заходите в магазин. Всегда закрепляйте, ставьте на замок свой велосипед. Во-первых, начинать нужно со своего языка. Мой друг недавно сказал, что он решил посмотреть YouTube, и он был весьма неприятно шокирован, что просто деградация идёт языка, что 99% просто перестали говорить на русском языке. И дело даже не в англицизмах, дело даже не в том, что... Как я, например, часто формулирую свои предложения так, как я бы на английском это формулировала. Он говорит, что просто красота языка уходит, и это ужасно. И я в этом также грешу. И да, люди говорят, никакое количество книг не сделает человека умнее, что не в книгах дело. Но всё равно в книгах краса речи, и в книгах обороты, и в книгах новые слова. Поэтому я всё же, конечно, склоняюсь, что книги делают нашу речь краше. Они не сделают, возможно, действительно человека умнее, но краше речь точно могут сделать. Поэтому всегда начинать нам нужно со своего языка и его совершенствовать. Что касается моих конспектов, они как-то 50 на 50. Если это, опять же, какие-то источники предполагает, видео о источнике на английском, я так и оставляю на английском. Если я прям какое-то предложение придумываю, и мне нужно его прям слово-слово сказать, я всё вот слово-слово напишу на русском, разумеется. Иногда, если это просто пункты, я могу на английском. То есть это та практика, которая, скажем, мне помогает держать и английский тоже в тонусе. И, кстати, есть одна вещь, которую я мечтала сделать, наверное, ещё год назад. И поняла, что сейчас мне это тоже необходимо. Потому что, когда я приезжаю сейчас в Америку, в Англию, я замечаю, что мой акцент, что ли, сдвинулся не в ту сторону, в которую мне хотелось бы. Во-первых, я никогда не была фанатом того, что у меня очень американский акцент. Наоборот, мне, разумеется, всегда хочется иметь английский posh accent. Потому что, если у меня будет британский акцент, я не заткнусь. Потому что это самая красивая речь, которую, мне кажется, возможно иметь. Это и французский для меня. Так вот, я сейчас рассматриваю курсы и личных один на один преподавателей, которые просто будут над акцентом работать моим. Так что, это всегда круто развивать свою речь, как свою, так и иностранную. Но свою, в первую очередь, нужно развивать. Мне, кстати, в детстве очень помогали книги про Шеллока Холмса. Я до сих пор помню. Это удивительно, насколько отпечатывается такая мелочь. Я не знаю даже, сколько мне было, 10 лет. Но я впервые тогда прочитала слово «коренастый». Возможно, это было с собакой Баскервиллей. Я вижу слово «коренастый», я понимаю, что я не знаю, что оно значит. Открыла словарь, посмотрела. Несколько раз в тот день употребила это слово и потом на неделе еще вспоминала. То есть, так эти слова отпечатываются. В общем, книги, если и не делают нас умнее, то красноречивее, как минимум. Какие атмосферные места я проколодалась? Я ела два с половиной часа назад. Окей. Какие атмосферные места можешь посоветовать в Лондоне? Первое место – это скетч. Это, не сказать, что это очень туристическое место, оно очень популярное. И с развитием социальной сети оно еще больше популярность получило за счет своего просто супер гламурного вида, интересного, очень фотографибельного. Там много залов, но в частности тот, который полностью в розовом бархате, самая инстаграмная их комната. Просто что такое атмосфера для меня? Это нечто большее, чем просто место. Это вот мое состояние тогда, это с кем я была тогда, одна или с другом, это о чем мы говорили, это с каким настроением я вошла, с каким вышла. Так что, что касается скетч, мне кажется, да, это очень красивое место, но для меня оно даже больше играет, потому что я была с особенным нечеловеком. И мы говорили про важные, интересные вещи для наших жизней. Следующее место также является собранием, что ли, всех этих компонентов. Но это частный клуб, поэтому в него даже попасть нельзя. «Лулус» называется. В Лондоне есть культура частных клубов. Они стоят денег, чтобы каждый год просто иметь возможность туда входить. И попасть туда можно только по приглашению. И самое популярное – это Soho House. Есть столько, о которых я не знаю даже имена. Я вчера провела, мне кажется, хорошие 20 минут. Просто списком читаю про каждое это место. И, разумеется, очень много про них ты не узнаешь, потому что все очень секретно. И ты можешь попасть только, если ты с человеком, который является членом этого клуба. В общем, что я помню про «Лулус» – это старый дом. И ты можешь ходить по этому дому, тут сесть-поесть, там просто провести время. То есть это дом, ты находишься в доме. Там можно устраивать частные какие-то мероприятия. Есть комнаты, в которые нельзя ходить. И, наконец, парки. Я говорила, я люблю Лондон за то, что большие парки у них в самом центре есть. И для бегуна это раздолье. Ты бежишь уже по земле, а не по асфальту, который тебе в колени бьет. Так что каждый раз, когда я в Лондоне, я обязательно либо какую-нибудь встречу, прогулку назначу в гайдпарке. Бегать буду там сама. Если погода позволяет, бадминтон там поиграть. Поэтому парки Лондона то, что не стоит игнорировать. И, конечно же, театры. И мюзиклы. Браунс отель. Почему же я забыла Браунс? Вот это один из самых атмосферных для меня вообще отелей в принципе. И даже не обязательно там останавливаться, потому что отель дорогой. Чтобы именно насладиться его атмосферой, можно просто прийти на 5 o'clock. И, наконец, последний вопрос на сегодня. Маша, не могла бы ты назвать имена иностранных блогеров, которых любишь смотреть лично ты? Филипп Дефренко, кто-то еще? Да, Мэтью Хаси. Это гуру, дейтинг коуч. Это специалист, по сути, в отношениях. Вот случайно отнулась на его видео, посмотрела и захлеб, посмотрела практически все. Он дает действительно дельные советы. Он дает даже максимально практически вот слово в слово советы, тексты, которые можете говорить. И что здорово, это актуально не только для отношений романтических, но и просто отношений с родителями, с друзьями. И я смотрю все его видео, потому что я понимаю, что даже если, допустим, не сейчас, это не актуально. Например, отношения на расстоянии. Во-первых, там может быть что-то, какая-то одна мысль, которая может быть уже актуальна мне сейчас, что так кликнется. И просто никто не знает, что держит будущее. Его советы лишними точно не бывают, поэтому обязательно посмотрите. Плюс он англичанин, это уже его делает очаровательным. Плюс он сам по себе, самоочарование, поэтому это определенный фаворит последних нескольких недель. PewDiePie. Он, к сожалению, больше не играет, хотя я раньше вот обожала Walking Dead смотреть, как он играет, какие-то еще страшилки. Сейчас он делает, по-моему, только Try Not To Love Challenge. Для меня это абсолютно бессмысленная трата времени, но я очень люблю его Pew News. Шейн Досон. Я никогда не смотрела Шейна вот 8 лет назад. Просто как-то не мое было. Не фанат я комедийных таких видео, когда люди переодеваются. Ну, просто не мой формат. Не мой формат юмора. Визуально мне никогда это не нравилось. Но то, что делает Шейн сейчас с его документальными... Мне даже не хочется говорить видео, фильмами, и как он это серийно все делает, и как он много подготовительной работы делает, и как он может сблизиться с человеком, с которым он делает видео. Последнее, что я видела, это Джеффри Старр. Хотя я не знала ничего о нем, но документальный фильм показывает и его самые темные стороны, и его прошлое, и его настоящее. Как он себя ведет на работе, это захватывает. И я выставила в Инстаграм, и мне сразу стали писать люди, что, ой, да ты ничего о нем не знаешь, вот, он такой расист, он такой сексист. При этом люди сами не смотрели этот документальный фильм. Как я это знаю? Ровно как Джо, который снялся в рекламе «Ичибан помады для мужчин», знал, что Чендлер не смотрел это видео. Потому что, когда ты смотрел это видео, ты не будешь такие обвинения в него кидать, в Джеффри Старр, потому что в фильме об этом говорится. И Джеффри говорит о том, что это было самое глупое, что он делал, и он рассказывает, почему он это делал, и, ну, это здорово. Вот, про что я еще смотрела у Шейна, про Тэна Куан. И просто это апофеоз YouTube-драмы, но это тоже интересно. Шейн Досон, это, мне кажется, сейчас король YouTube, вот того YouTube, который я хочу видеть. И, наконец, это не иностранный блогер, а русскоязычный, Катя Дулаева. Ее люблю смотреть просто за стиль жизни, за рецепты. Катя очень светлый и добрый человек, я это говорю именно по личному опыту общения еще, а не просто по картинке. И она в киноузе училась, поэтому, если вам интересно еще послушать опыт человека, который более практическую сторону этого изучал в университете, в отличие от меня, потому что у меня было больше теории, практика была в основном именно в Америке, но тоже не настолько впечатляющая, как в более, опять же, практических вузах, то я вам советую канал Кати. Мне кажется, сто лет он не давал никаких рекомендаций. И это все вопросы на сегодня. Как всегда, оставляйте свои вопросы с хэштегом Спроси Мари, потому что только так я смогу их увидеть в конце месяца, когда я буду делать новый выпуск. Ну, а так, я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео, и увидимся сами завтра. Чао!